всем привет дорогие друзья меня зовут Игорь это магазин yamak.by и сегодня мы с моим другом славой решили протестить и ответить все-таки на тот наболевший вопрос для многих зрителей что уже все-таки лучше моноколесо или электросамокат у нас сегодня представлены два мощных устройства это dualtron thunder и king song 16x я считаю его мощным моноколесом потому что 120 килограмм ценит она без проблем попробуем разобраться сегодня попробуем посмотреть удобно ли на том или ином устройстве проезжать какие-либо препятствия и как это вообще в принципе удобно по городу ездить на этих вещах попробуем изначально подняться вот на эту горку для того чтобы определить как эти устройства поведут себя по бездорожью будем смотреть будем делать какие-то минимальные тесты может быть каждый из вас кто просматривает это видео сможет дальнейшем уже определить какое ему устройство все-таки подходит больше 95 слова относительно тоже тяжелого вес поэтому соответственно сегодня у нас два устройства ребят поехали смотреть что-то 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 Субтитры сделал DimaTorzok Static Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но тем не менее мы еще расскажем ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 это, ну, такое ощущение полета, то есть там практически вообще ничего нету, и твое село летит, и, ну, вот от этих ощущений надо отталкиваться, кому что ближе, кому нравится. Здорово. Но мне нравится и то, и другое, я скажу, что я люблю моноколеса, мне нравится стиль, мне нравится ездить в команде, самое приятное, это не одному, а с какой-то группой единомышленников по дорожкам, по городу и так далее, а самокат – это, ну, вот еще такой прототип, может, картинг, то есть там очень резкий подрыв, если ты, ну, ходил в картинг-клуб и катался на картах, то есть там все такое, гоночные сцепки такие, то вот Тандер – это именно тот самокат, который ближе к картингу, и, ну, только там нету такой площадки, весь город – твоя площадка, естественно, ты можешь где угодно кататься, там, с маленькой, а в моноколесе ощущение полета, такой вот невесомости, какой-то плавности, больше вот этой динамики именно… Более плавнее, нежели… Плавнее, да, и в этом тоже свой кайф, оно более проходимое, в плане, ну, то есть там диаметр больше, и оно лучше сглатывает какие-то неровности, и там одна точка опора, там две точки опоры, они, как бы, не трясется так, как самокат при езде препятствий, но и то и другое мне нравится, я бы с удовольствием, там, со временем куплю моноколесо себе еще, буду параллельно ездить и кайфовать. Слушай, а у тебя не бывало такого? Вот у меня до сих пор остались ощущения, я на моноколесе уже, ну, пятый год катаюсь, там, в том числе и зиму отъездил, там герметизация была сделана, что чем больше ты ездишь, допустим, я на моноколесе, чем больше ты ездишь на моноколесе, тем больше тебе хочется. Вот ты на самокате сколько ездишь? Вот не могу мне приютность колеса? Интересно. В день или вообще по времени сколько, ну, год-два? А, ну, больше года где-то езжу на электротранспорте. То есть, он же не приедается, это ощущение, которое дает адреналин? Да, он не приедается, то есть, это своеобразный такой наркотик, я бы сказал, когда ты вот хочешь, прям вот хочется сегодня, но дождь идет, например, тебе нужно потерпеть, подождать, пока это все подсохнет и только тогда там выехать, и очень большое желание кататься прям каждый день. Слушайте, друзья, ну, я так понимаю, что конкретного все-таки ответа нет, что лучше моноколесо или электросамокат. Я считаю, что каждый должен выбирать для себя индивидуально. Никогда никого не слушайте, только слушайте то, что подсказывает вам ваше сердце и опирайтесь на какие-то независимые обзоры, смотрите то, что рассказывают вам люди, но тем не менее, делайте приобретение то, которое, считается, для вас подойдет лучше. А с вами был магазин Ямакбай, меня зовут Игорь, это мой друг Вячеслав. Слава, спасибо большое, что пришел. И всем до новых встреч, спасибо за просмотр, до свидания. Спасибо.